Здравствуйте, дамы и господа, мы продолжаем прохождение игры под названием Bonebox. Дизайнерам бочек с отходами стоит поучиться. Хотя я не уверен, что в этой бочке отходы. Но дизайн, что надо? Что там написано вообще? Мелон Белли. Здорово. Ладно, это мы сместим. Похоже, нам сейчас придется воспользоваться некой вагонеткой. И просто толкнуть ее не получится, но я вижу там наверху кнопка. Возможно, не стоило это делать. Здравствуйте, ребята. Я смотрю, вы здесь... Вы здесь? Веселитесь. И спотыкаетесь. Братан, так нечестно ты заспавнился. Прямо у меня на глазах, и они продолжают это делать. Ладно, я понял, отступаем. Патронов на всех не хватит. Но я успел даже замедленную съемочку включить в слоу-моушен, когда падал. Немного растерялся, конечно, откровенно говоря. Что себе этот позволяет размахивать руками? Так, ну они не слишком умны. Один из них упал. Да, действительно, как будто нахожусь во дворах. Я вижу группу алкоголиков. И хотят попросить у меня позвонить телефончик. Так, ладно, поднимаемся на ногах. Лестница и не подвласт. Как роботу из Робокопа. Так, ну что ж, мы двигаемся дальше. Здесь еще один. Даже несколько. Я тут меня заметил. Пробил ему челюсть. Не подходи! Я за тебя не ручаюсь. И все, больше и больше. Я как будто выступаю сам в роли ликвидатора. При этом и самих ликвидаторов уничтожаю. Я как будто маньяк, действительно. Пробрался в эту метавселенную. Для того, чтобы разнести здесь все к чертям. Я абсолютно наплевать, кто это. Главная моя миссия, похоже, уничтожить. Я вроде как оператор этой системы. Или что-то вроде того. Так, транзитная станция 05. И похоже... Так, это машина для сохранения оружия? Или что-то вроде этого. Я помню в обучалке такая штука была. И туда, по-моему, закидывать оружие для того, чтобы сохранить после перехода на другой уровень. Я не хочу лишаться моего единственного друга. Так что, пожалуй, мы действительно спустимся. Или попробуем закинуть отсюда. Ну-ка, давайте проверим. Изменились ли броски к лучшему. Не похоже. Так, а что у меня еще есть? Еще СМГшка осталась. Ладно, давайте спрыгнем. Хотя, может быть, это просто утилизатор какой-то, и я уничтожу свое оружие. Будем надеяться на лучшее. Это действительно похоже на утилизатор. Что у меня еще осталось? Топор давайте попробуем оставить. В случае чего, если мне не вернут мое оружие, хотя бы у меня топор будет. Так, в этих капсулах ничего нет, но я вижу кнопки. Они, видимо, на магнитной подушке работают. Так, господин пришел. Он сначала подождал, пока я выкину оружие, и затем решил подойти. Что-то спросить, по всей видимости. Так, а вот сюда мы можем попасть? Ё-моё, вот это прогрузка была. Да, это автоматическая, из-за автоматического освещения. Так, ладно, друг. Я не хочу тебе зла, поэтому я лучше поднимусь по лестнице, и лестница справится с тобой сама. Так, ну что ж. Я не уверен, что патроны стоит туда выбрасывать. Давайте теперь попробуем... Так, надо споткнуться. Попробуем теперь пройти. Честно говоря, есть у меня подозрение, что я просто уничтожил оружие, просто так. А там будет продолжение этого уровня. А нет, смотрите, портал. Я его не заметил. Так, ну что ж, заплываю. Волнующий момент. Все пропало абсолютно. Но я, похоже, либо у меня было 713 патронов, либо я выменял оружие на патроны, и теперь у меня есть валюта. Соответственно, если мы найдем ближайший вот этот мини-маркет, мы сможем себе вооружение какое-то приобрести. Так, ну пока мы абсолютно без оружия. Скорее всего, так эта машина и работает. Человек? Братишка! Он мне что-то подкинул. По-моему, это был человек. Он мне подкинул эмку. Так, неплохо. Оружие какое-то есть. А вот и маркет. Отлично. Прекрасный подарок, плюс еще и магазинчик. Так, ну давайте посмотрим, что здесь можно приобрести. За 30 патронов мы можем купить подарок. Опор, МПшка, еще одна штурмовая винтовка с прицелом голографическим. Но я думаю, она того не стоит. 400 патронов. Зачем, если у меня есть... О, кстати. Еще немного рабочих. Так, ну сюда особо не пролезть. Да, наверное, я даже покупать ничего не буду. Хотя, блин, хочется вот этот подарок приобрести. Вдруг там что-то топовое. Вдруг там какой-то револьвер. Я не уверен, что револьвер вообще есть. Ладно, давайте. Потратимся. Да, подождите. А пистолетные патроны я не могу вынуть, пока у меня нет пистолета. Так, тогда рефаунд, пожалуйста. Пистолетные магазины я почему-то взять не могу. У меня просто кошелечек пустой. Я тогда не очень понимаю, как эта система работает. Патроны для автоматической винтовки у меня появились. Но вот пистолетные патроны пропали. Так что, в принципе, я, наверное, не рискну и вообще ничего не буду покупать. Я могу, конечно, взять вот этот подарок, но там дерьмо, скорее всего. Может быть, нож какой-нибудь. Так, и вон еще сверху патроны. Ну-ка, могу я этот стенд шевельнуть? Нет. Он приварен на века. Так, ладно, в таком случае... Сейчас попробуем как-нибудь... А я и так достану, смотрите. Так, ну это снова пистолетные патроны. А, вот еще патроны. Я думал, это радио. Вот это уже патроны для штурмовой винтовки. Серьезный калибр. Так, ну вон там еще. Смирается. Прям-то два ящика. И проползаем. Вот еще немного патрончиков. 240. В принципе, теперь могу себе и позволить открыть этот ящик. Ну ладно, давайте. Предновогоднее настроение. Я не могу вам отказать. Видите, у меня... Теперь и здесь патроны для... В винтовке. Тридцаточка. С наступающим, друзья. Ну... Сойдет. Можно взять-то, пожалуйста? Сойдет. Нормально. За тридцать. Можно было и топорик купить. Но мне кажется, кувалда получше. Кувалда будет получше. Так, ну что ж, а мы с вами двигаемся дальше. Здесь у нас мусор. Вроде как ничего не упустил. Погнали. У нас оружие есть. И есть враги. Предупреждение. В принципе, мы можем снять их и отсюда, сверху. Так, есть какой-то подъемник. Видимо, очередная головоломка нас ожидает. Ладно, давайте. А, это, по-моему, левел из демки. Или нет? Я помню, в демке кидали шлакоблоки сверху. На голову этим ребятам. Но я не уверен, что это тот уровень. Так, дверь открыта. Да. Здесь один господин. В зоне для душа. Подождите, кувалду-то я взял. Да, неловко, когда такое происходит. Потому что забываю, с какой стороны какое у меня оружие. Вот сейчас я точно кувалду взял. Теперь можно вернуться. Аккуратно спускаемся. Тихо, тихо. Не настолько аккуратно. Точнее, еще аккуратнее, наверное. Так, и сейчас. Смотрите, одной рукой уничтожу его. С замедленной съемочкой. Ладно. Отмена. Отмена плана. Шкафчики, хоть с каким-то лутом, они подсвечены. Или нет? Нет, патроны я нашел и в другом шкафчике. Да, придется каждый открывать. Но даже это в этой игре доставляет удовольствие. Здесь вообще так уютно. Я не знаю, как это описать. Вам когда-нибудь снилась какая-нибудь игра? И во сне, если вы его запомните. Запомните эти ощущения. Гораздо приятнее погружение. Потому что перед тобой отсутствует барьер. Ты не сидишь за монитором. Это все-таки сон. И вот, наверное, со сном можно сравнить. Звучит как шизофазия. Наверное, это и есть шизофазия. Ну, у меня так ловко, конечно, не получается. Это слишком было. Я чуть не сорвался. Так, последняя попытка. Надо вытянуть руки. Вот на такое расстояние. Блин, практически получилось. Есть еще шлакоблоки. Мы можем добиться успеха. Когда-нибудь мы справимся. Как он кинул в демке? Я сомневаюсь, что у него тоже с первого раза получилось. Да это нереально. Чуть-чуть поближе. Это невозможно. Если буду держаться, разве что. Да нет. Пожалуй, я не буду даже пытаться. Какая-то пилюля большая. Как раз для меня. Я контейнер забыл здесь открыть. Залез на него. О! Здесь прям много патронов. Теперь люди, наверное, проглотить не получится. На это способна только разве что шанхайская проститутка. Так, ладно. Еще один контейнер, кстати. Здесь кнопочка. Которая развернет платформу. А здесь внутри нас ожидает пистолет. Вот теперь можно вернуться. Блок, кстати. Но мы этого делать, понятное дело, не будем. Так, теперь я смогу как-то дотянуться до кнопки. Или мне просто перепрыгивать. Вообще, я так запрыгнуть, по идее, смогу. Может, что-то швырнуть просто. Шлакоблок. В эту кнопку. О, еще патроны. Или ломиком, например. Ну-ка, это сработает. Похоже. А, вот все нормально. Да, похоже, это сработало. Только вот перепрыгнуть я, наверное, не смогу. Да и здесь стекло. Я только сейчас заметил. Чертово стекло. Так, ладно, спускаемся. Значит, да, нам с той стороны нужно как-то туда будет попасть. Так, патроны, смотрите. Я предлагаю сейчас воспользоваться пистолетом. Патроны полетели вниз. Зачем ящики-то? За что? Ребят, ну перестаньте. Можем быть друзьями. Только не с тобой. Вот с тобой, я уверен, мы подружимся. Нет? Я сам этого хотел. Так, здесь больше нет, да, никого? Чисто. Идем сюда, где замок. Вот он. Приуныл немного. Да, по-моему, все-таки это действительно левел из демки. Шлакоблоки я сложил. Можно что-то и построить уже из-за тем блоком. Так, ладно, давайте посмотрим, что контролируется. Эти кнопки. Блокировка лифта. Да, это действительно тот уровень, но я не помню, как проходить эту головоломку. Я себе, можно сказать, не заспойду. Так, хорошо, у нас там еще одна кнопка есть. Я вообще не понимаю, что происходит. Как это влияет на подъемник. Ну, еще кипит как-то, шипит. Так, ладно, выходим. Вот здесь у нас целых три кнопки. Видимо, я запитал. Так, теперь опускаю конструкцию. Опускаю подъемник. Конструкция его блокирует. Теперь. А нам нужно спустить его... Сейчас мы еще здесь осмотримся. Может, что-то найдем. Вот патроны, например. Я так и думал, что за этими контейнерами что-то будет спрятано. Еще немножко патрончиков. Так, ну патронов у нас до хрена, конечно. Можно действительно и тот большой подарок купить, но я не уверен, что там что-то стоящее. Так, ладно, давайте не будем вращаться все-таки. Разберемся с лифтом. Третья кнопка. Нажимаем. Не происходит ничего. Здесь убираем первую платформу. А как вторую убрать? А вот, теперь она убирается, а затем мы спускаем лифт. Так, дальше. Как нам это поможет? Предположим, я смогу сюда загрузиться. Эта кнопка, опять же, не работает, да? Да, наверх мы не поедем. А, вот здесь кнопка есть. Я закрыл в итоге... Зачем? Зачем я это сделал? А, наверное... В таком случае нам нужно, наоборот, закрыть... Сейчас ее, и если я нажму на эту кнопку... Может, лифт поедет? Я открою ее, наоборот. Да, но я не поехал. Я понял, как это работает. Лифт спускаем. Затем... Закрываем сверху. Запускаем лифт. Так, и вот теперь ничего не трогаем. По идее, должно сработать. Почему вторая не открывается? Так, ну, если я ее вот так поставлю... Хотя, может быть, она и останется в закрытом положении. Так, хорошо, повторяем. Все то же самое здесь. Правильные варианты. Правильная последовательность. Сюда запрыгиваем. Да, вторая не закрылась. Видимо, вторая никак не реагирует на эту кнопку. Так, окей, это спуск. Проходим сюда. Есть тут кто-нибудь? Да, здравствуйте. Твою мать! Я немножко занервничал. Мужик! Спускайся! Не хочешь, смотрите, с лица. Выбил стекло. Ну и что-то сделал. Зачем ты это сделал? Так, ладно. Пистолет, пожалуй, буду держать в руках. Лифт мы спускаем. Снова. Уберем этот механизм. Закрываем. Поднимаем. Пожалуй, на этот раз я возьму кое-что покрупнее. Надеюсь, он снится предохранительно. Я, кстати, не уверен, что можно здесь на предохранитель ставить оружие. Куда он делся? Вот он. Концессов дерьма. Ну хватит! Перестань! Эм! Да, подожди меня. Странно. Мне казалось, что у меня полный магазин. Так, сейчас, секунду, не дергайся. Так, нажав эту кнопку, мы открываем главные ворота, за которыми ликвидаторы. Так, ладно. У нас минство. Можно, на самом деле, дождаться, пока они покинутся от этой области. Они, в принципе, меня особо не замечают. Рано или поздно они вроде как исчезают. Может быть, и нет. Ладно, давайте просто от них избавимся. Да. Вот с прикладом здесь проблема. Нужно держать ствол далеко от тела, и это не очень приятно. Хотя вот сейчас вроде как получилось. Приклад куда-то прошел под мышку, что ли. И вот сквозь руку он проходит. Но задевает как-то тело. Это ощущается, он застревает. Так, он немного посмотрел на меня. Пока не очень меткий стрелок я. Да, застревает. Это очень неприятно. Конечно, в голову попал. Так, а второй внизу. Придется к нему спуститься, похоже. Хотя мы можем сделать вот так. Он жив. В каком еще шутере вы так сделаете? 3.14. Твою мать. Да, я забыл, что эти ящики простреливаются. Так, вот здесь можно занять позицию. Это все? Почему музыка боевая? До сих пор нет, это не все. Магазин. Сейчас, мужик, подожди. Это не последний, скорее всего. Музыка, в конце концов, это ориентирован во многих играх. Так, здесь ящик. Да, еще один. Но за бетонными блоками уже можно прятаться. Куда взялся? За контейнером? Да, похоже. Так, ладно, сейчас мы по-хитрому сделаем. Нет, так вряд ли получится. Сейчас, секунду. Я надеюсь, он не выбежит, он не такой умный. Готово. Теперь за контейнером. Ой-ой-ой. Прямо рос патронов. Видимо, впереди еще куча этих умных. Так, ладно, давайте поднимемся. Здесь, а, другого пути нет. Что-то моргнуло. Да, еще один светит своим лазером. Блин, он в меня попал, а они очень шустрые, на самом деле. Они нужны прям очень аккуратно быть. Еще один. Музыка закончилась. Блин, какая же крутая игра. Вы не представляете, какое удовольствие я сейчас получаю. Так, слушайте, там еще, ребята. Я на всякий случай сгоняю сначала туда, чтобы проверить, что за этой дверью. Возможно, стоит взять все-таки ствол. Жалко, ноги еще не отслеживаются. Как нелепо получилось. Вот так уже получше. Я хочу найти контрольную панель для управления вот этими дисплеями, которые наверху в качестве неба выступают. И поменять их на звездное красивое небо какое-нибудь. Но не уверен, что такая возможность нам представится. Блин, ну да, застревает. Очень приятно. И вот сейчас. Так, секунду, братан. Да, из-за этого приходится много патронов тратить, конечно. Но зато стрельба из-за укрытия. Так, этот магазин, по-моему, полный. Так. Кажется, я нашел замену. Наши винтовочки. Вот с лазерным циро-указателем будет получше. Причем здесь рукоятка есть. Ну вот я сейчас пытаюсь прицелиться нормально. И вроде как получается. Может быть, я близко к объекту стоял и как-то прикладом задевал стену, например, или что-нибудь еще. Но с лазерным циро-указателем мы теперь можем стрелять и с бедра. От бедра. Подождите, только вот зарядить забыл ствол. Руки застревают. Сейчас, секунду, ребята. Где мой пистолет? Так, ладно, я, видимо, поторопился. Испугался, что они подойдут сюда. Так, вот теперь ствол точно заряжен. Нужно не поддаваться панике в таких ситуациях, когда у тебя все валится из рук. Так, здесь никого. Какая-то жижа. Кажется, мы все ближе и ближе к канализации. Так, это я просто ворота открою. Для того, чтобы, видимо, сместить этот контейнер затем. Правда, я не очень понимаю, какой в этом смысл. Видимо, нам сейчас придется соорудить с помощью этих труб какую-то конструкцию, похожую на эту. Так, а можно отсоединить? Да, можно отсоединить. Видимо, где-то на другом месте нам это сделать придется. Нет, похоже, это не сработало. А, вот эту вот конструкцию, ее, похоже, можно сдвинуть. Сейчас мы попробуем контейнер. Кселенок здесь уже не хватит. Ее можно и спускать, и двигать. В таком случае... Блин, я могу здесь пройти? Я боюсь, честно говоря. Давайте сделаем... Тихо-тихо-тихо. Сделаем немного по-другому. Вот так. Так, отлично. Видимо, разработчики намекают, что решение этой головоломки именно в ящике. Так, ладно, давайте там попробуем закрепить. Я думаю, может и получится и там. Не может, а получится. Вот вы видите. Или не получится. Так, ладно, давайте наоборот. Вот эту часть возьмем и подцепим. Да, так гораздо легче. Наверное. Да, нормально. Все, зацепили. Немножко спустили. Так, теперь... Видимо, ворота мы открывали чисто, чтобы забраться назад. Теперь мы здесь запрыгиваем, падаем, возвращаемся назад. Возьмем бочку. В таких ситуациях бочка должна помочь. Смотри, мне кажется, сюда залезет. Да, залезал. Все, отлично. Так, размещаем. Запрыгиваем. И мы у выхода. Изи. Так, я, кажется, кого-то слышал. Твою мать, мужик. Не пугай меня так. Эй. Так, похоже, это все. Я на всякий случай проверю сразу же. Есть кто-нибудь? Похоже, нет. Теперь можно расслабиться. О, еще один глок. Возьмем только магазин. Хотя, во-первых, я не взял магазин. Во-вторых, я могу во второй слот взять. Глок и из двух рук стрелять. Да, возможно, мы в скором времени это реализуем. Что же, на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр. И до новых встреч.